Выплата долгов по заработной плате – это не только головная боль руководителей предприятий, но и чиновников правительства. Ирина Эрмиш провела рабочее совещание по этому вопросу. В составе комиссии – сотрудники Комитета по труду, специалисты Росстата, работники прокуратуры, а на ковре – с отчетом представителей компаний-должников. По данным Росстата у нас на 1 июня текущего года 23 миллиона задолженности на 7 предприятиях региона. По данным инспекции по труду на 1 июня 42 миллиона в отношении 14 организаций-должников. Разница в цифрах, потому что 8 предприятий в стадии банкротства. Из положительного – завершение двух больших дел. Долг в 11 миллионов выплатил работникам станкостроительный завод. Покрыли долги и в совхозе Чернореченский. У предприятия «Строммашина» не все так радужно. 11 миллионов должны уволенным сотрудникам и ныне работающим. Покрыть имеющиеся стараются за счет взыскивания дебиторской задолженности, также продажи имущества, цеха и квартиры. В настоящее время на расчетном счете денежные средства отсутствуют, но последнее погашение текущей задолженности запланировано сегодня. То есть сегодня будет переведена сумма в миллион 300 тысяч рублей на погашение. Это от продажи квартиры, которую мы продали. До этого платеж последний состоялся 24 июня. Сумма была в 311 тысяч рублей. В долгах и компания «Экосток», которая занимается забором и очисткой сточных вод в Южском районе. Сумма небольшая – около 107 тысяч рублей в остатке. Но проблема глубже. Финансовая деятельность компании связана с южским предприятием «Водосети». ООО «Водосети» на протяжении почти двух лет крайне нерегулярно исполняет свои финансовые обязательства. Поэтому иных источников финансирования у меня нет. То есть вот вся заработная плата выплачивается мной фактически из своего личного резерва, как говорится. Хотелось бы вот в виде здесь представителей средств массовой информации обратиться к надзорным органам. Потому что организация «Водосети» собирает деньги с населения, получает субсидии и дотации. Где эти деньги? Почему они до меня не доходят? Ирина Эрмиш поручила разобраться во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов. И заявила, что пока не будут выплачены долги, чиновники правительства, руководители предприятий в покое не оставят.